Доброе утро, Капа! Доброе утро, Санек! Доброе утро, наши большие, маленькие телезрители! Слушай, я так увлекся нашими... Шестерочка барахли! Шестерочка барахли! Все решено, Саня! Чего решено? Все, я долго мучилась выбором профессии, решила, буду донтистом. Что у тебя такое? Это зуб. Что за зуб у тебя такое? Зуб я у Бориса отбила. Зачем у Бориса отбил? Ну, отдам зубной феи. Для чего? Ну как, чтобы были, у меня зубы красивые. И чтобы быстро стать врачом-стоматологом? Ну, да. Как Татьяна? Как Татьяна. Татьяна Чеботарева у нас в гостях, детский врач-стоматолог. Таня, доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Ну, а вообще, вот ты размечталась, да? Стать стоматолог? А что такое? Недавно ты боялась похода к стоматологу. Я все поняла. Так. Я поняла, что бояться нечего. Делать хорошее и даже веселое. Да, очень веселое. И буду детям помогать, не бояться. Вот это вот правильное решение, вот это правильный, так сказать, вектор направления. Таня, вообще скажите нам, пожалуйста, вы-то как решили стать стоматологом? Расскажите. Я очень долго выбирала профессию. Так. И в 7 классе влюбилась в биологию. Так. Вот. И решила, что буду врачом. Так. Хотела быть педиатром и стоматологом. По два нового направления. Но пошла на стоматологию и решила стать детским стоматологом. Как лично. И педиатрия, и стоматология. Все в одном. Все получается? Получается. Сколько вы уже работаете? Три года. Три года. Ооо. Ну а вообще, а учиться на стоматолога? Сколько? Пять лет. Основная учеба и два года ординатуры. Ты поняла? Пять лет учебы. Ну, у меня вся жизнь. Семь лет. Да, семь лет. Ну, а вообще, это сложная профессия? Ну, есть и свои плюсы и минусы. Например. Ну, тем более детская. Детская, это же очень сложно. Ага, дети разные бывают. И капризные. Понимаешь? Ну, какие плюсы? Плюсы. От детей заряжаешься энергией. Выходишь с работы, и прям крылья появляются. О, у меня уже крылья есть. А минусы? Ну, иногда спина болит. Ну, совсем чуть-чуть. Понятно. Ну, потому что... Да, да. Так, да. Да. Так, что еще приятного? Вот есть в профессии стоматолога. Но ведь, а вы ощущаете, вот, например, после того, как... Сколько у вас детей за день проходит? Вот, вот с этого начнем. Ну, человек 10, я думаю. Человек 10. После 10-го выходишь, и есть ощущение, что ты немножко улучшила мир. Да. Есть такое, да? Особенно, когда зуб болит, они приходят, плачут, а потом помогаешь и думаешь, что ты точно супергерой. Как это здорово. Супер, супер. А куда нужно поступать там медицинский? Медицинский. Медицинский. Капа, ну сначала тебе... Будем улучшать мир, че ты? Тебе надо биологию сначала подтянуть. И химию. А, о-о-ой, а химия-то тут при чем? Ну, короче. И русский язык. А химия при чем? Подождите. И русский язык. Русский это нормально, это рецепты выписывать. А химия зачем? Химия, это же все химические процессы в организме. Нужно знать химию. И биохимию. Ой-ой-ой. Я пошла химию уже узубрить. Подожди, ты самое главное-то не сказала. А, при экстренной ситуации звоните 112. Субтитры подогнал «Симон»